Инициатором встречи, как рассказала начальник территориального отдела Горки-Ленинские Светлана Литвинова, стала администрация Ленинского городского округа на собрание. Были приглашены жители деревень Горки и Белиутова, а также жилого комплекса МАЙ. В администрацию пришли документы от Министерства экологии и предупользования Московской области на согласование данной деятельности. Позиция администрации главы такая, что мы просим мнения жителей. Потому как мы написали отрицательное свое согласование, то есть согласование данной деятельности администрации не давало. Площадка по переработке и утилизации строительного мусора осуществляет свою деятельность с 2019 года. Она расположена в промзоне в двух километрах от деревни Горки. У ее владельца, индивидуального предпринимателя Андрея Шмакова, есть лицензия. Но чтобы продолжить свою работу в нынешнем году, он должен попасть в региональный реестр, для чего необходимо получить согласование руководства муниципалитета. Вопрос только в том, что организация имеет документы на ведение этой деятельности официальной, но находится близко к берегу речки Щербинки. И это есть нарушение водного кодекса. На производстве изготавливают железобетонные изделия на основе вторичного щебня. На основании, соответственно, бетона, который будет производиться на основе вторичного щебня. Вторичный щебень, в свою очередь, будет производиться из поломанных железобетонных изделий, брака, некондиции и всего остального. Это все позволит дешевить наш бетон и конечные железобетонные изделия, которые мы из них планируем получить. Весь вид деятельности компании обозначен на информационных стендах. Очень надеемся, что жителям ближайших районов, которые будут строиться, им нужны будут наши железобетонные изделия, бетон и все остальное. И от этого у нас будет вин-вин от нашей деятельности жителям ближайших районов. Но именно вопрос экологии заставляет многих жителей высказываться против данного производства. Полина Старцева – представитель инициативной группы ЖК «Май». Рассказала, что рядом с их жилым комплексом уже было несколько точек такого производства. На фото видно, какая пыль стоит, когда перерабатывают железобетонные изделия. Это фото нашего ЖК. И вот это летнее значение, предельное значение выброса частиц, которые мы фиксировали, наши жители специального оборудования фиксировали на территории нашего ЖК. И мы не хотим повторения этой истории. С тем железобетонным заводиком мы разбирались при помощи наших местных экологов. И не хотелось бы, чтобы все это снова у нас начиналось. Очень много есть нарушителей, которые действительно привозят мусор и сортируют. И у нас были проблемы, в частности в деревне Горки, потому что здесь не так далеко перерабатывали вот этот мусор. И был вот летом тяжелый вот этот запах. То организацию закрыли, к счастью. Но невольно теперь идет пристальное внимание к этой территории, чтобы там не было мусора, чтобы там был порядок. И вот обратили внимание на деятельность организации, которая перерабатывает именно строительный мусор. Для дальнейшего решения этой проблемы будет проведен опрос жителей населенных пунктов, расположенных рядом с производством. Во-первых, они не понимают, что действительно здесь будет и какой будет результат всего этого. Поэтому, скорее всего, поэтому они в общем против большая часть. Но, вы знаете, здесь надо как бы взвешивать, понятно, что за против все составляющие. Есть бизнес, есть история с природой связанная. Поэтому по общим голосованиям будет результат.